Привет-привет! Меня зовут Анна Каферина, я персональный стилист, а вы на моём канале YouTube. В предыдущем своём видео я рассказывала о том, каких табу стоит воздержаться девушкам, обладающих очень большой грудью. А в этом видео я расскажу о том, что же стоит надевать девушкам с большим грудью, чтобы не так сильно акцентировать на ней внимание и чтобы выглядеть при этом красиво, стильно и элегантно. Если тема вам интересна, продолжайте смотреть. Чтобы уравновесить большой верх, вам нужно добавить немножечко объёма вниз. Это юбки и платья А-силуэта, это брюки Клёш, это, возможно, брюки Трубы, брюки Палаццо. Это всё нужно смотреть очень индивидуально, в зависимости от вашего размера груди, от ваших пропорций и от вашего роста. Поэтому, примеряя разные брюки в магазине, обязательно смотрите, как это смотрится индивидуально на вас. Потому что на всех это может быть разная история и универсального совета здесь нет. Нужно пробовать, мерить и выбрать в конечном итоге для себя оптимальный вариант. Вещи должны быть полуприлегающего силуэта, иметь форму и хорошо на вас сидеть. Одежда с запахом будет для вас идеальным вариантом, потому что её можно хорошо подогнать на любые объёмы и на любой объём груди. Наверное, не открою для вас никакого секрета, что вырез V-образной галочкой будет для вас идеальным вариантом. Подбирайте его также по своей груди, в зависимости от её размера. У кого-то будет он чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но, опять же, слишком глубокий вырез, если вы не хотите акцентировать внимание на своей груди, вам не подойдёт. То есть он должен быть где-то на уровне груди до этой ложбинки заканчиваться. Следующий вырез, который вам подойдёт, это квадратный вырез или, как его называют, ещё вырез каре. Он очень красиво смотрится на большой груди. Единственный момент, который важно учитывать, под него нужно очень внимательно подбирать бельё, чтобы оно не торчало и не выбивалось, потому что это смотрится совсем некрасиво и неэстетично. Вырез сердечком. Многие блогеры рекомендуют такой вырез для большой груди. Он смотрится хорошо, но, на мой взгляд, он немного устарел. Хотя, очень такой элегантный вырез. И, например, если вам нужно какое-то вечернее платье, то для вечернего платья подойдёт. Но в обычной повседневной жизни я не рекомендую его использовать. Вырез обычный, кругленький. Его тоже можно носить, но, опять, как я говорила, выше. Важно, чтобы он не был очень маленьким. Вырезы кругленькие, они тоже бывают разной формы. Они бывают маленькие, бывают средние, бывают большие. Поэтому ваш вырез – это средний или большой в зависимости от вашей груди. Опять же, как и с вырезом-галочкой, важно, чтобы вы соблюдали меру, чтобы всё смотрелось гармонично и чтобы ваша грудь не вываливалась из этого выреза, а смотрелась там симпатичненько. Рукав три четверти или полный рукав будет идеальным для вас выбором. Если летом вы хотите носить одежду с коротким рукавом, то одежда, заканчивающаяся по месту стыка, месту крепления руки к туловищу, будет идеальным вариантом для вас, как одежда в виде маек или маек алкашек. Чтобы уравновесить вашу фигуру, вам важно научиться играть на стыке формы и фактур, а также цветов. Наверх вам лучше надевать матовые вещи, однотонные вещи, а внизу можно вообще включить полный полёт фантазии и использовать блестящие материалы, атласные, принтованные материалы. Таким образом вы отвлечёте внимание от вашего массивного верха и привлечёте внимание к вашему низу. Таким образом вы сбалансируете свою фигуру и в целом она будет смотреться очень гармонично и пропорционально. Платья, которые стоит вам выбирать, это платья с запахом. Они садятся на любую фигуру и на любую грудь и смотрятся очень гармонично и элегантно. Платья ай силуэта, обязательно обратите внимание, чтобы юбка была длинной, чтобы она была чуть ниже колена или миди-вариант. Также платья-рубашки до вас сядут хорошо и будут выгодно подчёркивать вашу фигуру. Куртку косуху, которая осенью сейчас популярна, я бы рекомендовала девушкам с большой грудью всё-таки от неё отказаться, потому что она и так сделана из плотного кожаного материала, либо из кожзама, и лацканы, отлегающие на как раз грудь, они будут создавать дополнительный объём. Поэтому я всё-таки советую отказаться от куртки косухи, но если очень сильно хочется, то вы, конечно, можете её носить, но тогда максимально однотонные вещи надевайте под куртку, не делайте контрастно, как, например, чёрная куртка косуха, внутрь какая-то красная кофта, либо внутрь тельняшка. Вот такого варианта не нужно делать. И никогда не носите косуху в застёгнутом варианте, чтобы не делать слишком большого акцента на вашей груди и не сильно подчёркивать вашу талию. Верхняя одежда для вас идеальным вариантом будет пальто. Пальто визуально вытянет весь ваш силуэт и сделает вашу грудь пропорциональной. Обращайте внимание на лацканы пальто. Они не должны быть очень большими и не должны быть очень маленькими. В зависимости от всё-таки объёма вашей груди, подбирайте лацкан, чтобы он смотрелся пропорционально и гармонично. Смотрите, чтобы лацканы были направлены не вбок, а более вертикально. Очень сложно девушкам, обладательницам большой груди найти в магазинах для себя жакет или пиджак. Поэтому если вы никак не можете найти хорошо сидящий на вас пиджак, то лучше сходите сразу к шулье или к портному и закажите себе индивидуальный пошив пиджака. Потому что очень сложно найти в массовом производстве пиджаки с правильными выточками именно на вас, с правильными выточками под грудь, с правильными выточками по талии. Ремни, пояса – это абсолютно стопроцентный ваш вариант. Обращайте внимание на эту деталь одежды, эту деталь аксессуаров. Но помните, что чем больше ваша грудь, тем шире должен быть пояс. И слишком тонкие пояса, так же, как и слишком тонкие лямки на вашем топе, в вашем платье, бретельке, будут играть против вас. Поэтому ваш вариант, так же, как широкие лямки на топах, бретельки, так же и широкий пояс должен быть у вас, чтобы сбалансировать большую грудь и всё остальное тело. Ну и напоследок хочу сказать, чтобы в целом ваш образ выглядел более гармонично, а грудь пропорциональна и чуть меньше визуально, носите вещи, создающие активную вертикаль. Это контрастные шарфы, контрастные пуговицы на одежде, лацканы, направленные вниз или, например, вещи, создающие активную вертикаль, такие как, например, пальто, а внутрь надета акцентная контрастная одежда. Все эти вещи будут создавать активную вертикаль, которая в целом будет делать ваш образ более стройным и вытянутым вверх, и вашу грудь будет делать меньше и компактнее. Если я что-то упустила, буду рада, если вы поделитесь об этом со мной в комментариях. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok